С каждым разом в общественные приемные депутаты Государственной Думы Вячеслава Фетисова все больше посетителей. Для того, чтобы встретиться с представителем власти, люди записываются заранее. В этот раз на прием пришло 10 человек с абсолютно разными вопросами. Сергей Лыско, например, пришел, чтобы выразить благодарность за помощь психоневрологическому интернату. В учреждении была приобретена игровая приставка. Игровая приставка с функцией обучения танцам. Дальше другие развивающие игры, которые необходимы проживающим для организации досуга, для развития их. К каждому обращению Вячеслав Фетисов старается подходить максимально внимательно. Направляя запросы в соответствующие организации, не просто дожидается ответа, а лично контролирует процесс решения проблемы. И руководитель Госдумы заботится о том, насколько запросы депутатов Госдумы, в общем, исполняются структурами власти всех уровней. То есть тоже мы по итогам нашей работы предоставляем, так скажем, список тех вопросов, которые, в общем, не решаются по вине чиновника. Это тоже такой очень новый подход. И, мне кажется, он заставит работать всех на конечную цель, на результат. Меняется и формат взаимодействия с местной властью. Теперь на всех приемах присутствуют заместители руководителя муниципалитета. Но в этот раз встречу посетил сам глава Ленинского района Олег Хромов. Заместители по направлениям, они все-таки отвечают за узкоспециализированные вопросы. А глава в целом может и дать характеристику, и принять решение, в том числе отреагировать вне зависимости от распределения полномочий. И, на мой взгляд, именно вот такие приемы, так как они проводятся один раз в месяц, это совершенно не обременительно для головы никакого муниципалитета, в том числе и меня. Я считаю, что это очень продуктивный подход. На этом приеме к Вячеславу Фетисову обратились с темами спорта и здравоохранения, жилищными вопросами. А Наталья Заиченко пришла с просьбой решения конфликта с соседом, который незаконно сделал надстройку в многоквартирном доме. И после многочисленных жалоб жильцов стал мстить некорректным поведением. Очень хочется, чтобы в доме был покой, и чтобы музыка не гремела, и чтобы по ночам спать можно было. Простите. С интервалом в полчаса он бьет тяжелыми предметами на потолок. Совместными усилиями власти пытаются сдвинуть решение этой проблемы с мертвой точки. И подобных сложных вопросов немало, поэтому помимо личного приема Вячеславу Фетисову можно направить письма на электронную почту. Все это помогает беспрепятственно обратиться к депутату и получить помощь. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.